Здравствуйте, ребята! Сегодня мы переходим к заключительному разделу «Научная революция». Тема урока «Насколько оригинальной была теория Николая Коперника». Сегодня на уроке вы узнаете значение научных открытий о строении Вселенной для развития естественных наук. О роли значения в окружающей среде для жизни человека. В раннем Средневековье наука развивалась очень медленно, и лишь в период позднего Средневековья начался ее бурный подъем. Что же помогло развитию науки? Развитие науки способствовало зарождение капитализма и появление нового слоя буржуазии, который начал наступление на феодалов и католическую церковь. Как вы помните, реформация ослабила контроль за инакомыслящими. Выдающиеся достижения эпохи Возрождения, великие географические открытия, успешное развитие техники оказали огромное влияние на науку того времени. Научные открытия эпохи Возрождения многообразны. Самым важным из них является окончательное принятие гелиоцентрической системы. Это представление о Земле, как о планете, вращающейся вокруг Солнца. Николай Коперник одним из первых задумался над несовершенством Толемеевой системы мироздания, согласно которой Солнце и другие планеты вращаются вокруг Земли. Используя примитивные астрономические инструменты, частично самодельные ученые сумел вывести и обосновать теорию гелиоцентрической Солнечной системы. Николай Коперник — польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Ренессанса. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало Первой научной революции. Он родился 19 февраля 1473 года в городе Торунь около реки Висла в Польше. В 1496 году Коперник окончил факультет искусств Краковского университета. В 24 года Николай Коперник был утвержден в сане каноника Фрамборгского капитула. Затем изучает юридические науки в Болонском университете, медицину в Падуанском университете и получает в 1503 году степень доктора богословия в университете Феррары. На 20-е годы 16 века приходится значительная часть астрономических результатов Коперника. К тому времени почти полтора тысячелетия просуществовала система устройства мира, предложенная древнегреческим ученым Клавдием Птолемеем. Наблюдая движение небесных тел, Коперник пришел к выводу, что геоцентрическая теория Птолемея неверна. После 30 лет упорного труда, долгих наблюдений и сложных математических расчетов, он убедительно доказал, что Земля — это только одна из планет, и что все планеты обращаются вокруг Солнца. Главное и почти единственное сочинение Николая Коперника — плод более чем 30-летней его работы в Фрайнбурге. Это книга о вращениях небесных сфер, где он изложил свою геоцентрическую теорию мира. Когда у Коперника появились последователи, его учение деятелями церкви было объявлено ересью. А книга внесена в индекс запрещенных книг в 1616 году. Лишь в 1822 году Папа Римский исключил книгу Коперника из него и тем, как бы признал существование его учения в глазах церкви. Николай Коперник свое учение изложил в сочинении о вращении небесных сфер, которое было запрещено католической церкви с 1616 по 1828 годы. На основе вышеизложенного давайте сделаем вывод об открытиях Николая Коперника. Это создание и обоснование теории геоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции. Разработка новой монетной системы в Польше. Строительство гидравлической машины, снабжавшей водой все дома в городе. Расчет реального движения планет. Следующий ученый Джордана Бруно – это итальянский писатель и философ, изучая идеи Коперника, опубликовал свою гипотезу о бесконечности мира и систематизации Солнечной системы. Джордана Бруно – итальянский философ и поэт, представитель пантеизма, астроном. Родился Джордана Филиппо Бруно в городе Нолло в 1548 году в военной семье. С 14 лет стал доминиканским монахом, получил путем самообразования глубокие знания в богатой монастырской библиотеке. За смелые выступления против догмата в церкви Бруно вынужден был покинуть монастырь и долгие годы скитался по многим городам и странам Европы. В начале он остановился в Италии, жил в Англии, Франции, Германии. Где бы Бруно ни был, всегда стремился к знаниям, хотел знать о настоящих ученых. Везде он читал лекции, выступал на публичных богословских диспутах. Познакомившись с гелиоцентрической теорией великого польского ученого Коперника, он становится пламенным сторонником и пропагандистом учения Коперника. В 1584 году в Лондоне вышли основные философские и естественно-научные сочинения Джордана Бруно, написанные на итальянском языке. Наиболее значительным был труд о бесконечности Вселенной и мирах. Развивая теорию Коперника, Бруно высказал ряд догадок о том, что звезды – это далекие Солнца, что существуют еще неизвестные в его время планеты в пределах нашей Солнечной системы, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу. Эти идеи Джордана Бруно на столетия передели его эпоху и были обоснованы намного позже последующими астрономическими открытиями. Учение Бруно опровергло Священное Писание, опирающееся на примитивные представления о существовании плоской неподвижной Земли. Смелые идеи выступления Бруно вызывали ненависть к ученому со стороны церкви. Инквизиция в 1592 году обвинила его в богоотступничестве. После семилетнего заточения в тюрьме Бруно сожгли на костре в Риме на площади цветов. В 1889 году спустя почти три столетия на месте казни Джордана Бруно был воздвигнут памятник в его честь. Открытие, сделанное Джорданом Бруно. Вселенная не имеет края, она безмерна и бесконечна. Она не имеет центра. Ни Земля, ни Солнце не являются центрами мира. Вселенная – это бесчисленное множество звезд, а каждая звезда – это далекие Солнца, вокруг которых движутся свои планеты. Вселенная существует вечно и исчезнуть не может. Галилео Галилей – итальянский ученый, сторонник гелиоцентрической системы мира. С помощью телескопа, сделанного им самим, исследовал небесные тела, увеличив их в 32 раза. Лео Галилей – итальянский физик, механик и астроном, один из основателей естествознания, поэт, филолог и критик. Галилео Галилей родился 5 февраля 1564 года в Пизе, в знатной, но обедневшей флорентийской семье. Отец его – Пинченцо. В 1581 году Галилей поступил в Пизанский университет, в котором изучал медицину. Здесь он впервые познакомился с физикой Аристотеля, трудами Евклида и Архимеда. Архимед стал его настоящим учителем. Увлеченный геометрией и механикой, Галилей бросил медицину и вернулся во Флоренцию, где провел 4 года, изучая математику. В 1589 году он получил кафедру математики в Пизе, продолжая научную работу. Он пишет труд «Диалог о движении», направленный против Аристотеля. В 1592 году Галилей занял кафедру математики в Падуе. Падуанский период жизни Галилея – 1592-1610, временно и высшего расцвета его деятельности. В эти годы возникли его статические исследования о машинах, где он исходит из общего принципа равновесия. Созрели его главные динамические работы о законах свободного падения тел, о падении по наклонной плоскости, о движении тела, брошенного под углом к горизонту, об изохронизме колебаний маятника. Галилей первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. В 1609 году, узнав об изобретенной в Голландии зрительной трубе, Галилей строит свой первый телескоп, дающий приблизительно трехкратное увеличение. Вскоре Галилей построил телескоп с увеличением в 32 раза. Пользуясь этим новым прибором, он обратил свой талант наблюдателя к небесам и уже через год сделал целую серию важных открытий. Наблюдения, произведенные Галилеем с помощью телескопа, осенью 1609 года показали, что поверхность Луны покрыта горами и изрыта кратерами. То есть Луна — не хрустальный шар с идеальной сферой, как считали в то время ученые, а похожие на Землю небесное тело. Изобретения телескопа и совершенные с его помощью открытия сделали Галилея знаменитым. Астрономические открытия Галилея, в первую очередь спутники Юпитера и фазы Венеры, стали наглядным доказательством истинности гелиоцентрической теории Коперника. Одаренность Галилея не ограничивалась областью науки. Он был музыкантом, художником, любителем искусств и блестящим литератором. Галилей переводил с греческого языка на латынь, изучал античных классиков и поэтов Возрождения. Галилей умер 8 января 1642 года в городе Арчетри, около Флоренции. Открытие Галилео. Галилей открыл не только новые миры, он сформулировал законы падения тел, движения маятника и другие законы физики. Его открытия, сделанные с помощью телескопа, подтвердили учения Коперника. Давайте сделаем вывод. Наука восстала против религии и освободилась от ее оков. Перед наукой открылись новые просторы для изучения и объяснения тайн Вселенной, для открытия законов природы. Достижения эпохи. Эта Земля движется вокруг Солнца и вокруг своей оси. Бесконечность Вселенной. Законы падения тел. В начале урока у нас был вопрос, насколько оригинальной была теория Николая Коперника. Коперник в своей критике Птолемеевой системы, картины мира с Землей в центре Вселенной, был далеко не первым. Но его теория стала основой для многих исследований в области астрономии и механики и получила развитие в трудах многих ученых. И в конце концов, ее повсеместное признание стало лучшим памятником Николаю Копернику. Коперник дал подлинную модель Солнечной системы с расстоянием и периодами обращений. Спасибо за урок. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok